Зима подносит черговые сюрпризы. Уже несколько дней температура по ветру днем поднимается выше и за 0 градусов. И в некоторых регионах навод пройшли дожди. Выник – лед на водоемах становится меньше тревалом. Как продухелить макшимые надзвычайные здоровья на леде, супрацовники службы в ротовании на новогодние колядные святы переходят на усмотренный режим працы. Ситуацию на водоемах Гродинщины выучил Юрий Корнялович. Кожную ранницу ротовальники Гродинской станции «Юбилейная» начинают с патрулявания в озеро. Площа водоема – несколько десятков гектаров, тому у рейд выходят сразу три мобильные группы. Работы признаются осводов ЦХПАЯ. Это любимое место для десятков аматоров зимовой рыбалки. И далеко не все из них, выходящие на лед, притремливаются правилам безопасности. Не рыбачить возле промоин, возле кустов, возле травы. Больше трех не собираться. Для рыбака с 50-годовым стажем Михаила Назаренко такая увага сбоку ротовальников – худшие гаранты обеспеки, чем непотребный клопот. То, что на леде в любой момент может сдариться надзвычайная ситуация, пенсионер ведает не по чутках. Самому не раз приходилось ротовать беспечных коллег. Тому на зимнюю рыбалку он приходит, что называется, у полным узброением. «Знаю, как себя вести. Это значит, что должно быть. Пишня, для того, чтобы можно было впереди проверить лед. Лед считается безопасным, хороший мороз. 7 сантиметров и выше. Сегодня 12-14 у нас на льду. Хорошо, должны быть спасалки. Это такие приспособления, чтобы можно было вылезти на лед. Петь жилет». Профессия ротовальникова на воде – одна из немногих, якая примушайз, находится у постоянной боевой готовности. Ситуация на водоеме может меняться несколько разов за день. Ночные морозы и отлига днём робить небеспешным навод сдавалось об самый мостный лёд. Тому тренировки супрацовника у выротовальной станции проходят регулярно. Хождение подо льдом как по сигнальному концу, так и по своей интуиции водолазной. «Как можно выйти на ту полынью, если водолаз сделал спуск в одном месте, и как добраться до полыньи, которая находится в метрах 50-25, как выйти на ту полынью». «И вот эти тренировки мы проводим в настоящее время ежедневно. От 20 до 40 минут такие тренировки проходят с каждым водолазом». Продухилить трагедию на лёде – одными только силами ротовальника у достаткового складана. Тому супрацовники освода проводят масштабные профилактичные акции. Сустракаются с людьми на предприемствах, в установах эдукации, рассказывают про правила поводин на водоемах зимой. «Знаходиться на тонком лёде по часу отлиги небеспечно, тому ротовальники рекомендуют, окроме традиционных способов, как, например, специальные камизельки, стать яшей на лыжи. Тогда шанец не провалится, возрастая в несколько разов». На жаль, статистика свечит об обояковых относенных людей до своей безопасности. Так, в Гродинской области с початку года на водоемах уже загинули 55 человек. Пять их – дети. Напереде новогодние колядные святы. Ротовальники в ГТПе чекают особливого наплыва отпочивальников на реки и озёры. Однако на дворе прогнозуется не зусим зимовое. «Лёд бывает разный. Он рыхлый, тонкий, тёмный, в зависимости от обстановки погодной. Хотелось бы предупредить родителей, которые, выезжая на водоемы, оставляют своих детей без присмотра. Дети – это особая позиция, поэтому смотреть надо за ними постоянно». Каб свято не перетворилось у трагедии, у наиближайшие два тыдни патрулявать водоемы гродинским ротовальникам будут допомогать волонтёры. В выпадку крайней необходности не выключено полное заборона выходу на тонкий лёд. Юрий Корнялович, Виктор Бака, Гродно. Юрий Корнялович, Виктор Бака.